Ученые захотели побороть коронавирус с помощью собак. Жизнь, наука и техника. 17 часов ровно, 17 апреля 2020 года ученые захотели побороть коронавирус с помощью собак. Фото. Депозит фото. В борьбе с коронавирусом в скором времени, возможно, подключит собак британские ученые начали разрабатывать интенсивную программу тренировок, которая научит питомцев распознавать коронавирус у бессимптомных больных. Об этом пишет. Нью-Йорк пост. Ожидается, что программа тренировки четвероногих будет готова в течение следующих шести недель, заявили в Лондонской школе гигиены и тропической медицины. Лондон Скул оф Хайджин. Энт. Тропикал Медисин. Глава департамента по контролю за болезнями Джеймс Логан. Джеймс Логан. Уточнил, что программа пока находится на ранней стадии разработки. Ученый также объяснил, почему исследователи захотели работать с животными и как собаки могут стать полезными в борьбе с коронавирусной инфекцией. Логан считает, что у заболеваний есть свои специфические запахи и COVID-19, вероятно, не исключение. Он выразил уверенность в том, что собаки смогут распознать инфекционную болезнь по запаху благодаря хорошо развитому обонянию. Помимо этого, утверждается, что эти животные умеют чувствовать и реагировать на температурные изменения тела человека. Отмечается, что собаки уже задействованы в выявлении таких недугов, как малярия, диабет, болезнь Паркинсона и рак. 16 апреля доктор биологических наук, профессор школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона, США, Анча Баранова рассказала в интервью ленте, РУ о механизме передачи коронавируса между человеком и домашними питомцами. Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись, как спастись от коронавируса. Старайтесь не выходить из дома без необходимости, зачем это нужно. Вирус распространяется в общественных местах, старайтесь их избегать. Домашний режим особенно важно соблюдать людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Молодым стоит воздержаться от личного общения с родителями, бабушками и дедушками и пожилыми людьми вообще. Старайтесь поддерживать контакты по телефону или через интернет, это поможет уберечь пожилых людей от опасности заражения. Соблюдайте дистанцию в общественных местах, зачем это нужно. Кашля или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха. Держитесь от людей на расстоянии как минимум 1 метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура. Регулярно мойте руки, зачем это нужно. Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его. По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот, зачем это нужно. Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм. Соблюдайте правила респираторной гигиены при кашле и чихании, прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя, сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом. Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь. При повышении температуры, появлении кашля и затруднений дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью. Зачем это нужно? Повышение температуры, кашля и затруднения дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус. Полезные сайты и телефоны Сайт stopcoronavirus.rf Информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь Ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь Подробный раздел на сайте Минздрава здесь Телефон скорой помощи 03-103 для звонка с мобильного телефона Горячая линия Роспотребнадзора 8 800 555 49 43 Горячая линия Роструда 8 800 707 88 41 Горячая линия Департамента здравоохранения Москвы 7 495 870 45 09 Источник – Всемирная организация здравоохранения